Приветствую, друзья! С бодрой ночью начинаем очередное наше заседание нашего клуба начинающих мелхелистов, которые хотели было начать заниматься мелхелом, да попали в ситуацию, когда с этим стало очень сложно. Ну вот, ищем с вами пути, делаем обследование, подбираем пока ниточки. Ниточки мы подбираем на окантовку огурца. Такой сложный очень цвет, как бы малиновый, но с теплиночкой, там как бы, знаете, из малинового зернышка просвечивает вот это самое. Такое нужно что-то сделать сложное, крайне сложное, поэтому... Итак, мы подобрали нужный цвет для дальнейшей обработки наших огурцов. Вот так вот цвет и цвет. Все готово. Здесь пойдет обводка огурца, но она пойдет интересная. Тут иногда кое-где будет бисер, поэтому надо быть внимательна. Надо повнимательнее. С какого начать? Сверху или снизу? Наверное, сверху там меньше надо считать. Так. Вот эта штучка первая, здесь будет бисер. Здесь уже ниточка. Закрепились. Поехали. Продолжаем. Продолжаем, друзья, наблюдать в прямом эфире практически катастрофическое вымывание мелхиоа с нашего рынка. Просто катастрофическое, прямо на глазах. Я сижу, постоянно отслеживаю озон. Там это просто исчезает. Просто исчезает. Цена. Мне кажется, цена тоже растет. Но при том товар исчезает. Вчера я получила отворот-поворот. Еще в одном месте. На Алиэкспресс. Теперь, знаете, есть такая торговля интересная. Вроде как это на Али. Но пишется, что товар доставляется из России. Пишется, что товар доставляется из России. Ага, нет. Ошибочка. Я имею в виду не то, что ошибочка, что товар из России. А то, что я тут все-таки не с того места. Короче, ладно. Вы не обращайте у меня внимания на то, что я тут делаю. Слушайте, что буду говорить. На Али есть магазины, которые вроде как на Али, но торгуют из России. Так написано. Товар поставляется из России. Друзья, я вам хочу сказать, что я четыре раза уже пыталась иметь дело с таким магазином. И все четыре раза. Не то, что с одним магазином, а с разными магазинами, которые говорят, что доставляют товар из России. И все четыре раза я имела какие-то неприятности в связи с этим. Не то, что они мне доставляют неприятности, но по каким-то причинам это все дело срывается. Когда ты уже заказываешь товар, они тебе пишут, например, что в ваш регион данный товар не поставляется. Или они пишут, что, к сожалению, мы не можем там туда-сё. Или позавчера я оплатила достаточно дорого за два наборчика Милл Хилл. Как раз в таком магазине лазила по Али. Так вот, что нам надо. Тут сначала идет оранжевый. Оранжевый, потом такой. И только вот здесь надо на эти ориентироваться. Оплатила. Все нормально. А потом спустя день, то есть довольно много, мне вдруг сообщают из этого магазина. Причем сообщают там на Али внутри. Если бы я не мониторила внутри Али, я бы не узнала бы про это сообщение. Знаете, там внутренние уведомления Али. Они не выходят у меня наружу, иначе бы меня завалили совсем. Они там остаются внутри. Если бы я не зашла и случайно краем глаза не заметила, что тут мелькнуло что-то, я бы так и не знала, что они мне написали. Они мне написали, уважаемая там Елена Михайловна, вынуждены вас огорчить, вынуждены вам сообщить, что товар, который вы сказали, уже закончился. Ну, друзья, это опять та же фигня, что тут с Азоном вынуждены вас огорчить. Хоть вы оплатили товар, который висел в доступе, будучи продающимся, но вот, извините, товар закончился. Они не могут, короче, там, наверное, недостаток кадров, чтобы подслеживать, когда товар кончается, чтобы вовремя его снять с продажи. Я, конечно, была, это второй облом. Сначала мне Азон отказал. Второй раз вот этот магазин Али, я не буду давать его название, потому что Али к этому, наверное, не имеет никакого отношения. Это наши российские продавцы так делают. Короче, я получила отворот-поворот. И два наборчика, которые я уже почти стала предвкушать, они улетели от меня, так сказать, не успев даже в мою сторону полететь. А мне говорят, вы лучше отмените заказ, так будет нам проще вернуть средства. Хорошо, я отменяю заказ и спрашиваю, когда сможете вернуть средства. Они говорят, ну, неделю, дней 10. Нормально, да? То есть мои почти 4 тысячи там будут болтаться неделю или 10 дней. Хотя на эти деньги я могла бы купить что-нибудь для себя утешительное, потому что, в конце концов, это расстраивает. Такие повторяющиеся вещи расстраивает уже. Ладно, так вот. Ну, есть и маленькие утешения. Я сегодня оплачу парочку схемок милыхилов, раз уж так пошло такое дело, надо запасать тогда хотя бы схемки, которые доступны. Оплачу сегодня парочку схемок в ВК, в группе получу. И что еще? Ну да, Озон мне прислал возврат. Правда, я не проверяла там в полной мере возврат или как в Алберес они теперь вычитают, может быть, за то, что возвращается на заказ. Ну, в смысле, не возврат заказа, а отказ как бы от заказа. Хотя я не отказывалась, меня там поставили перед фактом, что товара нет. Но мне показалось, что сумма вернулась немножечко меньше, чем я отправляла. Но я не уверена. Не уверена. Может быть, и все правильно. Вот так. Да, ну, денежки вернулись. И я, недолго думая на эти денежки, пошла, купила бисер. Я нашла на Али. Бисер японский. И вроде как достаточно меленький. Я тут гоняюсь за мелким бисером с тем, чтобы замещать аппетиты. Аппетиты замещать. И на Али вроде бы есть несколько магазинов, которые говорят, что у них японский бисер. Ну, посмотрим. Посмотрим. Пришлось мне начать разбираться в размерах бисера, как это обозначается. Если написано, например, 0,6, то это крупный бисер. Да, для тех, кто вообще не в курсе. Кто вообще не знает. Те, кто знают, могут... Я обращаюсь таким, как я, чайникам. Чайник в бисере. Так вот, чайники, уважаемые. Если написано 0 или 6, 0 или 0,6, я даже где-то в заметочке себе отметила. Короче, если там... Это так же, как и каунт канвы, проще всего нам запомнить. Чем больше цифра, тем мельче бисер. Вот так. Есть 0,6, а есть 0,8, 0,10, 0,11, 0,15. Это самый мелкий. Называется еще иногда ювелирный бисер. Так что я нашла это и на Озоне. Там, конечно, дорого. По их обычаю это очень дорого там. Но, во всяком случае, там можно купить, если уж... Особенно, если ты знаешь, например, точный номер, который тебе нужен, то почему бы нет. Есть там такая возможность. Ну, а на Али это значительно, значительно. Раза в 2,5 дешевле. Поэтому я недолго, думаю, заказала это дело пока что на Али. Я понимаю, что он будет долго идти. Но ничего, пусть идет. Я как раз всю освободившуюся сумму потратила на приобретение бисера. Потому что, скорее всего, в ближайшее время нам покупка наборчиков не грозит. Совсем от слова, совсем. И надо позаботиться о том, чтобы можно было заместить. Я смотрю даже самые... Самые преданные поклонники, которые в шагу не ступят без оригинальных материалов. И то они со стоном. И как бы стыдясь, вынуждены признавать, что это... Ну, я все видосики досматриваю, да? Мне Ютуб подкидывает. Причем, если он раньше мне подкидывал только положительные видосики по поводу Милхилла, как все его обожают, и жить без него не могут, и как они его хвалят буквально каждый компонент, то теперь мне Ютуб почему-то стал выдавать видосики такие, где есть такая информация, что как бы не все гладко. И в том числе люди, которые вышивают Милхилл, и вышивают его только в натуральных компонентах, и они вынуждены говорить, что, ребята, это нереальная цена. И надо подумать о том, чем это все заменить. Ну, как бы, прециоза и тоха вполне замещают. Чешский бисер, да, все это вполне замещает. Нитки DMC не проблема. Бумагу, кстати, да, я посмотрела, кому надо эту бумагу. Перфорированную, кому надо перфорированную бумагу, она тоже продается. Продается, но тоже безумно дорого стоит, безумно дорого. Друзья, это все-таки бумага, ну пусть она там пропитана, покрашена, дырочками проколота, но это все равно просто листок бумаги, который ему свойственны, все свойства бумаги. То есть его можно порвать, помять, размочить и все такое. Но он стоит, вот вчера на озоне он стоил 700 рублей. Или там два листа было. Ну, в общем, и что это такое вообще? И вот в этих магазинах, типа там шелковые нители, как они там называются? Да. Так. А, да-да-да, вот так, вот так, вот так. Там тоже безумная какая-то цена на эту бумагу. То есть ее теоретически тоже можно купить, но очень дорого, очень дорого. И самая боль поклонников оригинального милухиха – это вот эти самые пресловутые пуговицы. Хотя все они плюются, что пуговицы ужасного качества, что они не прокрашены, что они покоцаны, что они самым варварским образом приклеены к этой картонке. И при оттирании тоже все это ужасно. И именно эта пуговица, которая стоит еще полтысячи рублей, ну, стоила. Сейчас она, может, уже и всю тысячу стоит на таких-то, в таких-то темпах развития. Короче, эта пуговица – это самая печаль и самая боль незаменимая. Вот так. Ну, я думаю, что если же пошарить по китайскому рынку, то можно найти какую-то адекватную замену для этих пуговиц в том числе. Надо, кстати, задачиться. Задачиться у китайцев много таких мелких штучек, дрючек. И я думаю, что что-то похожее на эту пуговицу, если уж она так под зарез нужна, можно, думаю, найти. Кстати, почему наши китайские друзья до сих пор не активировались и не озаботились? Дименшинс, они, значит, могут сделать практически один к одному, а вот это вот они сделать не могут. Странно. Они бы вполне могли бы собирать эти наборчики. Вполне могли бы. Так, здесь пока все еще, все еще. А, да, все правильно. Вполне могли бы собирать такие наборчики и продавать их, как горячие пирожки. Или на худой конец наладить... На худой конец наладить производство вот этих самых пуговиц. Очень похожих на пуговицы Милхилла. Не знаю, почему до сих пор никто не подсуетился. Ладно, наши там нерасторопные, но китайцы-то... Уж должны бы они отследить эту ситуацию. В общем, вот такие дела. Что-то еще хотела сказать по этому поводу. А, да. В общем, мы разобрали. Не советую вам связываться с магазинами на Али, которые написаны, что товар будет доставляться из России. Лучше вообще не связывайтесь. Вы заплатите деньги, ничего не получите. И вас вежливо пошлют. Вот все. Не связывайтесь. С бисером мы разобрались, как его распознавать. Чем больше цифра, тем меньше каунт. И, в принципе, его можно купить. То есть пуговица-пуговица. Надо пошарить и поискать что-то похожее, подобное на предмет. В общем, это все как бы заменимо. И самые что ни на есть упертые поклонники вынуждены признать, что вполне себе можно отшивом, самостоятельным подбором это все проделать. И будет ничуть и не хуже. А местами даже и лучше. А местами даже и лучше. Даже вот эту тыкву знаменитую, главный топ. И ту вышили подбором, я видела. И очень прилично. Ну, там, правда, речь шла о подборе таком, что остатки от других наборов оттуда было взято. И там какой-то один номер докуплен. Таким образом было сделано. И вполне себе получилось. И что еще-то в связи с этим хотел сказать. Что-то была мысль, и она улетела. Про тыкву. Про главную тыкву. Про главную тыкву. Говорила, что-то хотел сказать. Память, память. Память, моя память. Зачем ты меня покинула? Зачем ты меня оставила? Вот говорят, что мы сбиваемся как бы с темой и говорим о другом. А если мы не заговорим, когда мы только вспомнили об этом, значит, мы это вообще забудем. Надо было сразу говорить, что пришло в голову. Такой гранатовый цвет. Не знаю, как это вам видно. По мне, так прям гранатовые зернышки. Да, красиво. Кстати, таким можно вот тот гранат вышивать. У них там гранат. Есть сюжетится с гранатом. Вполне можно таким цветом. Прям зернышки. Очень симпатично получается. Ладно, если вспомню, теперь забыла вторую мысль, которую хотела говорить следом. А, да. Сейчас уже 2000 стоит винтифлюшка 5 на 5. Какая-нибудь фигня. Скажем, шарик елочный, как бы типа плоский, да? Уже стоит 1800. Прикиньте, ребята. Как это вообще возможно? Как это вообще возможно? Что-то невероятное. Реальное безумие. Вот я опять возвращаюсь к импортозамещению. Неужели никто не видит, что это требуется? Что на этом можно сделать очень хорошие деньги? Да, наверное, вот еще что я хотела сказать, что если бы вдруг сейчас Мил Хилл плюнул на все эти санкции и выбросил на российский рынок, пусть по последней цене вот этой свои наборчики. Это все смели бы, как горячие пирожки, просто разом, буквально в один день. Если бы это только появилось. Если бы это только появилось. Просто смели бы. Даже не просидело бы и часы в этих всех продажах. Такой ажиотаж. Просто не представляете, что творится. Там зашла я уже даже до того дошла, что зашла в инстаграмные магазины, чего я вообще никогда не делаю. Но зашла. И там едва выставляется какой-нибудь набор от Мил Хилл. Он буквально две минуты висит и уже продан написано. Вот такое творится, друзья. Вот такое. И еще что-то. Я там вчера сидела, сидела, я все думаю, что мне напоминает этот Мил Хилл, эти и его картинки. Что-то вот такое на что-то очень похоже. Думала потом, что оно похоже на рисунки гуашью, на детские рисунки гуашью. Как будто это нарисовано гуашью, да? А потом я вдруг меня осенило, что может быть, вы помните все, у кого есть дети или из своего детства. Книжка такая есть Радуга-Дуга. Радуга-Дуга. И вот тамошние картиночки, на мой взгляд, очень похожи по стилистике. И даже если бы кто-то вот из наших взял по основу вот эти картиночки, я вам поставлю непременно поставлю непременно два-три варианта, о чем я говорю. Так вот, если бы кто-нибудь из наших умельцев взял бы за основу вот такую картиночку и переработал ее под стиль наборчика Милл Хилл. Там практически это готово. Готовый дизайн. Тут там обратите внимание, там есть место и для бисера. Вот прям очевидно, где должен быть бисер. И вот это все общий стиль. Не все, конечно, иллюстрации годятся. Там есть, конечно, и прикольные иллюстрации, где медведь например, мальчика в лесу держит. Но там персонажи вообще убийственные. Вот эти совы, птицы, белки в валенках. Это вообще суперперсонажи с этими лицами обалделыми. Там есть чего посмотреть в этой книжке. И вот если бы кто-то взял и сделал наборчик вот на такую тематику, пользуясь вот этой основой, я думаю, было бы круто. даже очень круто. То есть его надо привести к нужному размеру, стандартному, да, мелхиловскому, вписать это все дело в квадрат, естественно, каким-то образом. Это нетрудно, это любой художник с этой задачей справится. И персонажи, которые, например, находятся в верхней части прямоугольника, их можно переместить, собрать композицию, чтобы они были все в квадрате. Было бы очень здорово, если бы мне... Да, я уже... Ну, я не знаю, я не люблю рисовать схемы. В смысле, рисовать их совсем вот на этой профессиональной программе. Тут странно как-то... А то бы сделала бы, ей-богу, вполне. Вполне бы сделала. Ну, что, по-моему, достойный получился огуречек. При свете дня я думаю, он будет вполне малиновый. Сейчас, конечно, темновато выглядит. Но... Ну-ну, вот я от себя смотрю вполне симпатично. Думаю, что днем будет еще лучше. интересно, времени говорю. Я сейчас остановлюсь, посмотрю и скажу вам. Да, на 26 минут наговорила. Будет сфокусироваться или нет? На 26 минут наговорила. Так что я пока вас выключу. и потом еще раз включу. А сейчас пока посмотрю очередной видосик про Милхилл и повышиваю. Ну, вот, друзья, наш результат. За ночь, за сегодняшнюю уже, надо сказать, утро. Но мне хотелось все-таки доделать эти огурцы. Все, что удалось сделать на сегодняшнее ночное падение, это только оформить вот эти огурцы. Честно говоря, я не думала, что это будет так долго. да. Кстати, да, вспомнила я, что я хотела сказать, что хотел сказать, и помните, там, в предыдущем включении говорила, что что-то я хотела сказать, но забыла. Вот, я вспомнила, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что, может быть, даже была у меня такая идея, что купить какой-нибудь наборчик донором, донором, то есть надо посмотреть, чтобы там было много бисера, чтобы там был бисер примерно в тех цветах, которые вы планируете подбирать, что-то, если вы будете шить по схеме, да, и если взять донора. Но потом как бы отвергла эту идею, потому что раз я нашла маленького размера бисер в продаже, то нет смысла тогда тратиться на донора, хотя я знаю, что так делают с Dimension, да, вот так вот покупают донора. Ну, может быть, но нет, я потом сходила с этой целью, посмотрела на озон, на эти цены безумные, которые с каждой минуты увеличиваются, и решила нет, 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 нет. Еще интересное слово сказали в одном из видео, сказали так, ну, есть люди вышивают, они вышивают также многоцветки, вышивают наборы и вышивают Mill Hill, и они говорят, что если берешься за Mill Hill, то ты его взял, и ты его делаешь до упора, его не отложить, он не дает себя отложить. В принципе, да, я это чувствую на себе, хотя и вышиваю подбором своим, но я чувствую, что нельзя его оставить, не даст его оставить, да, и потом, особенно у меня, когда я вышиваю подбором, я сейчас помню, из каких-нибудь так я что делала, а если я отложу, то я, естественно, все забуду, но вот люди, которые вышивают даже по набору, по настоящему набору, они говорят, что не могут, то есть, это вот пока не доделаешь до конца, ты от него не отстанешь, но как только ты доделаешь его до конца, ты тут же смотришь на какой-нибудь другой, как это про ягодки, да, одну рву, другую примечаю, одну вкладу в корзинку, другую, с другой тянусь, третью примечаю и так далее, ну, такие дела, в общем, уже, к сожалению, утро, уже сейчас начнут светать, у меня там будет беспокойство, а я что-то есть захотела, такая ситуация сложилась, не знаю, что делать, вроде бы хочется сразу же лечь спать и быстренько отключиться, вроде как еще часик-то даже полтора можно поспать, но с другой стороны хочется есть, не знаю, что делать, ну, ладно, я как-нибудь решу эту проблемку, вам всего хорошего, пока-пока.